Всем привет! В этом видео у нас приставка под названием TX9 Pro. Это приставка, которая построена на процессоре M-Logic S912. У нее Android-прошивка стоит 7.1. У нее есть 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти, а видеоядро используется Mali-T820. Итак, поддерживает она 4К. Давайте посмотрим ее комплектацию, а затем подключим и посмотрим ее в работе. Так, приставочка мы к тебе вернемся. Здесь у нас User Manual, инструкция. Блок питания у нас 5 Вольт 2 Ампера. HDMI-HDMI кабель. И пульт. Я так понимаю, что не гироскопичный, обычный пульт внешне неплохо выглядит. Итак, давайте посмотрим на дизайн приставки, на ее внешний вид, какие у нее есть разъемы. Такая квадратная форма с креативным ромбом посередине. Так, TX9 Pro. У нее есть экранчик. И по разъемам у нее с левой стороны слот под microSD-карту. Есть под AV-выход, я так понимаю. Два USB-порта. Лан кабель для интернета. И есть HDMI-разъем. Ну и, конечно же, порт питания под блок питания. Так, давайте ее подключим, посмотрим фильмы, каналы, запустим какой-нибудь тест. И посмотрим, как в работе приставка TX9 Pro. Погнали! Итак, запуск приставки. Мы уже предварительно установили некоторые приложения, которые будем тестить видео и каналы. Мы перед отправкой, к сожалению, не можем их устанавливать, поскольку это запрещено законом Украины. И здесь они установлены в качестве ознакомительных целей, чтобы показать, насколько хорошо или плохо работает приставка. В качестве пульта я буду использовать AirMouse T2. Очень удобный пульт, потому что он гироскопичный. Хотя в этой приставке установлен лаунчер, который и с обычным пультом достаточно неплохо управляется. Ну что ж, давайте посмотрим на саму приставку. Здесь у нас очень оригинальный лаунчер. Есть верхняя плашка с загрузкой, с уведомлениями, быстрой настройкой каких-то функций. Вот так вот переключаются между приложениями, настройками менюшки. Настройки здесь тоже локализированы, как будто под приставку убрали лишнее и добавили быструю навигацию по всем настроечкам. Здесь у нас восстановление, настройки TX9 Pro, версия Android 7.1.2. Общие какие-то тоже настройки. Дисплей, настройки звука. Дополнительные параметры. И здесь у нас открывается еще вот такое вот меню. И при желании, если вам нужны обычные Android настройки, просто заходите в настройки развернутые. И здесь все то же самое, в принципе, что Android. Теперь давайте запустим фильм какой-нибудь в Full HD качестве, используя приложение HD Video Box. Итак, заходим в фильмы, ищем какой-то прикольный фильм. И запустим, например, фильм Warcraft 2016 года. Переходим в кладочку видео и ищем Full HD качество. Вторая вкладка. Запускаем. В качестве Full HD. Запустился фильм быстро. Давайте переметаем на какой-то более оживленный эпизод. Наверное, не самый удачный фильм выбран для обзора, но тем не менее работает быстро, переключает, перематывает очень хорошо и отображает. Ну что ж, теперь давайте запустим несколько Full HD каналов в телевидении через приложение Torrent Stream Controller. Сразу ныряем в вкладочку HD. И здесь давайте Animal Planet в качестве Full HD. Он снимает на поверхности, чтобы отдохнуть воздух. Мать поддерживает его снизу. Animal Planet работает очень хорошо. Давайте еще украинский канал 112 Украина HD. Украинский HD канал работает хорошо. И давайте еще какой-нибудь интересный канал в качестве HD. Например, Nat Geo Wild HD. Канал в HD качестве приставка TX9 Pro отрабатывает очень хорошо и никаких замечаний не было найдено. Давайте теперь посмотрим, сколько баллов набирает Antutu Benchmark. Итого получается 49 067 баллов. Если кому-то интересно, я запущу более детальные характеристики, чтобы вы посмотрели. Можете нажимать на паузу. Я быстренько промотаю. Собственно, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписку на этот канал. Если у вас возникли какие-то вопросы во время видеообзора, можете писать нам на сайт. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok